Привет, с вами Лилия Донскова. Сегодня покажу вам две фишки, как классно использовать нашу косметику. Первая фишка – это наша новая зеленая тушь. Видите, у меня есть уже макияж, я сделала, нанесла тени зеленые, подвела внизу зеленые стрелочки, и верхние ресницы я накрасила черной тушью, а вот нижние мы сделаем зелененькие, чтобы сделать взгляд более выразительным и светлым, и подчеркнуть необычность макияжа. Тушь прям новенькая, только вчера я ее получила, открыла, поэтому придется несколько слоев красить, когда она свежая. И реснички у меня очень маленькие внизу и худенькие, но тем не менее это будет очень прикольно. А если вы будете делать синий макияж, то воспользуйтесь точно такой же васильковой тушью на нижние реснички. Будет вообще просто обалденно. видно, сейчас еще усилим, даем чуть-чуть подсохнуть и наносим еще один слой. Сейчас вы видите, что получится. Надеюсь, вам будет хорошо видно на камере. Выглядит очень игриво, как свежо, по-летнему. Вот примерно вот так. Хорошо видно? Это волшебная зеленая тушь. Следующая штучка, которую я вам покажу, это корректор для бровей. Здесь такая маленькая коробочка. И здесь у нас три цвета. Темный, светлый и воск. Если у вас брови средние, то вы можете смешивать. Сейчас покажу. Внизу у нас здесь две кисточки. Одна кисточка идет для теней с темной щетинкой. И когда вы будете красить брови, смешайте. Возьмите чуть темного, чуть светлого. И потом в конце беленькой кисточкой возьмите воска чуть-чуть. И пройдитесь по бровям, зафиксируйте их. Я сейчас буду показывать на своих, на своем корректоре. Он у меня уже взрослый, ему больше года. Поэтому особо могу, конечно, показать, какой маленький расход. То есть у него больше года. Я практически светлыми не пользуюсь. В основном темными. И использовала их чуть меньше половины. То есть 50%. А воск вот уже весь использовала. Поэтому скоро у меня будет новая такая коробочка. Новая шкатулочка. То есть я набираю чуть-чуть теней. Я беру только темненькие. Смотрите, кисточка очень интересная. То есть она скошенная. Очень удобная. Скажи поближе. Как мы наносим тени? Смотрите. То есть бровь прокрашиваем. То есть выводим уголок брови. Прокрашиваем волосочков. Я влюбилась в этот корректор, потому что получается эффект натуральных бровей. А вот они норковые. То есть не видно, что они прокрашены ни одним карандашом. Но вы никогда не добьетесь такого эффекта. Выводим кончик. Может мне показывать, что на пчелку убрать. То есть мы подправляем форму брови. Прокрашиваем все пустоты, если они есть. Выводим кончик. Главное не переборщить. И у нас получается такой вот красивый рисунок. Сравните первую и вторую часть. И потом берем немножко воска. Я своими остаточками. И капельку мы просто фиксируем бровь. Чтобы зафиксировать цвет. Уложить бровь красивая. И они станут еще более блестящими. Если вы попадете в дождь или в снег, то у вас ничего не испортится. Посмотрите разницу. Недаром говорят, что брови делают лицо. Поэтому сделайте свои брови красивыми, ухоженными. Лишние волосочки можно убрать. И получится такой вот эффект. Успехов вам. Запомните наборчик. Сейчас я вам какой-то выскажу. 21241. Вот такая коробочка. Классная. Желаю вам красоты. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok